Бессонницей страдает артаксерс, по вызову его трясут в библиотеку, вызывает к Богу множество в старбях сердец, и в результат поверит даже скептик. Вот от бессонницы нужнейшая таблетка. Считайте Библию и воскури в молении. В единой Библии найдешь библиотеку, вот только бы не подружиться с ленью. Уходит день текущий навсегда, секунды и минуты утекают, тают. Ресурс закончится, и нечем подпитать, но есть надежда чудная и святая. По струмке рвет загруженное сердце, колотится и бой стоит в бессонные часы. Чем заполняешь душу? С Евангелем сверься. Воспоминания тогда к Иисусу принеси. Мы временные, столь сиюминутные. Нас раздражает все, что не по нам. Знания о будущем неимоверно скудны. Из колеи нас выбьет плохая мысль одна. И сон любезно отлетает сразу. Ворочаешься, заново просматриваешь кадры. Слова прилипчивые из обрывков дразнят. И лезут в выводы, которым мы не рады. Тьму не прогонишь даже ярким светом. Она клубится в черепной коробке. Едва утихнет, возвратится следом. Бессилием нервирует, усталость укоробит. Но стоит только на молитву встать. Привычно Библию открыть и углубиться. Призвать на помощь Господа Христа. И он приблизится. Такой родной и близкий. Кто за бессонницу? Кого благодарил? Но если б не она, Пурим был для Амана. И жили бы в рабах среди зверей горилл. Но Мардахея Сисфириус нами без обмана. 29 августа 2009 года.